Сегодняшний день полон новостей, и многие из них связаны с приближением Нового года. Политики, экономисты, представители СМИ подводят итоги, определяют важнейшие события, выбирают главных героев и пытаются предсказать будущее. Для миллионов людей предновогодние дни время покупать подарки и готовиться к праздничному застолью. Сейчас не только Москва, многие города России похожи на декорации волшебных сказок. Праздничная атмосфера везде. В столице, на Дальнем Востоке, в космосе и на морском дне. В этом убедилась наш корреспондент Марина Светлая. Новогоднее настроение уже вовсю ощущается на улицах столицы, в парках, на катках. Украшенный город, гирлянды, шары и улыбки на лицах. И кто-то ждет завтрашней ночи и бой курантов для того, чтобы загадать свое самое сокровенное желание. А для кого-то мечты сбываются уже сегодня. И это не новогодний спектакль, а реальное предложение руки и сердца. Юрий готовил его для своей девушки несколько месяцев. Поучаствовать в романтическом флэш-мобе приехали десятки людей. Новый год, новая жизнь. В новом статусе. Поклонная гора для москвичей и гостей столицы здесь уже развернули. Новогодний гуляний с балалайкой, елкой и медведем. Мы приехали из Израиля. Для меня Новый год это прежде всего зима и прежде всего семья. Новый год это праздник. Там будет Дед Мороз и елка. И снеговидный снегурочка. На площади ледяные копии самых красивых зданий столицы. Тут и Кремль, и Большой театр, и Московский государственный университет. А уже завтра здесь откроется самая длинная в России 140-метровая горка. А ледяной символ наступающего года обезьяну сейчас как раз заканчивают вырезать в парке Музеон. Еще пару часиков, даже меньше, будет готово. Сегодня здесь стартовало шоу «Круг света». Невероятное сочетание цветов погружает в атмосферу таинства и волшебства. Наполнены магией и улицы Казани. Украшенный разноцветными новогодними гирляндами автомобильчик внезапно появляется то на одной улице, то на другой. 20-минутная сказка для самых маленьких и для взрослых, которые еще верят в чудо. В руках белолицых чародеев магическая подушка, которая превращает новогодние сны в настоящие подарки. Мы чувствуем доброту, которая идет от зрителей к нам. Мы потому что им даем свою волшебную доброту и получаем от них очень сильное, доброе, новогоднее, праздничное настроение. Настроение потрясающее, очень зимнее. Совершенно изумительно, что вообще у нас город такой появилось. Мы очень довольны. Во Владивостоке на фасадах зданий тоже световое шоу. По стенам скачут те самые три белых коня, которые должны были унести героя сказки в снежную даль. Снега тут пока немного, но именно сюда географически Новый год придет одним из первых. Настоящим новогодним морозом радуются даже сибиряки. В Красноярске наконец-то оттепель сменилась более привычной минусовой температурой. Это последний ингредиент, которого не хватало к традиционному сибирскому набору. Оливье. Дед Мороз, Снегурочка. Снег, зима, горка. Пошел. У Северного флота сегодня задача не боевая и не учебная, а самая, что ни на есть, сказочная. На дне Кольского залива они не только настоящую елку установили, включили подводную иллюминацию, но и хоровод закружили. На земле, под воду и в космосе праздничное настроение царит на орбите. Мы верим в хорошее, верим в будущее, верим в страну и верим в себя. И работая здесь, на высоте нескольких сотен километров над нашей планетой, мы с вами душой и сердцем. И пока космонавты готовятся встречать новый 2016 год 15 раз, именно столько витков вокруг Земли станции совершают за сутки, на земле, на ярмарках скупают последние новогодние подарки. И быстрее спешат домой, где уже наряжены елки. И до волшебной новогодней ночи остается совсем немного. Марина Светлая, Михаил Акинченко, Екатерина Белова, Христина Иванова, Светлана Костин, Алексей Белов и Александр Потухов. Первый канал.